Привет, вы на канале Надзор ЮА, меня зовут Павла и у нас очередная волна новинок от Reolink, которую я в обязательном порядке намерена обозревать. И начало торжественно положит камера под названием Reolink Argus 2E. Это новая, более бюджетная модификация камеры Reolink Argus 2. Посмотрим, что она из себя представляет. Она может работать как на улице, так и внутри помещения. Она противоударная, с водонепроницаемым корпусом и устойчивостью к любым погодным условиям. На передней части камеры находится датчик освещенности, объектив, индикатор работы, инфракрасная подсветка, датчик движения, микрофон. Внизу находится динамик, на задней части разъем для подключения питания и разъем для крепления кронштейна. В комплектацию Argus 2E входит их цветная инструкция, сертификат качества продукции, естественно, трафарет для монтажа и наклейки о том, что ведется видеонаблюдение. А также монтажный набор, кабель для питания камеры, кронштейн для плоских поверхностей, чтобы, например, ставить камеру на стол и фиксировать ее. Также кронштейн, чтобы фиксировать камеру на потолок или стену. И вот такой вот ремень, я называю это эко-кронштейном, эко-фиксацией. Чтобы ничего не сверлить, можно зафиксировать камеру на столбе или дереве. Камера работает при помощи Wi-Fi на 2,4 ГГц без каких-либо проводов на встроенном аккумуляторе. Показывает она Full HD качестве, имеет 2 Мп с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Таким образом, картинка выходит насыщенной, четкой и плавной. Кроме того, у нее хорошее ночное видение за счет инфракрасной подсветки. Также у Argus 2e широкий угол обзора в 120 градусов. Она имеет 264-й кодекс сжатия, также имеет двухстороннее аудио и встроенную сирену. При обнаружении движения, видео может записываться на карту памяти до 128 ГБ, а не 64 официальных ГБ, как раньше. И автоматически запускает пуш-оведомления на ваш смартфон, ну если захотите на электронную почту. Запись может вестись 24 на 7 по расписанию и по движению. В камере имеется аккумулятор емкостью 5200 мАч. Насколько хватит такого аккумулятора, само собой зависит от активности работы камеры. Здесь нужно учесть, что камера работает только по движению. Пока в кадре что-то происходит, она снимает и записывает видео. Если же в кадре все спокойно, камера находится в спящем режиме. Если дома будет до 10 срабатываний по движению в день, то аккумулятор проработает 2 месяца, не заряжаясь. Само собой, например, дома она продержится куда больше, чем в кафешке или в магазине. Классно то, что когда заряд садится до 10%, камера вам об этом сообщает, чтобы вы могли ее вовремя подзарядить. Но! Рынки еще советуют подключать их в солнечную панель, чтобы продлить время автономной работы батареи. Но прелесть в том, что можно поставить в солнечную панель большей мощности. Управлять и настраивать данную камеру мы можем при помощи приложения Reolink. Мы уже камеру подключили, но процесс подключения камеры Reolink у нас есть на канале. Можете посмотреть, ссылка в описании. Когда мы заходим в приложение, нас сразу же встречает Live Video. Видео в реальном времени. И на главном экране все кнопки управления предельно понятны. Во-первых, мы можем активировать двухстороннюю аудиосвязь. Мы можем сделать фото- и видеофиксацию, которые сохранятся у нас в галерее. В последующем мы можем поделиться этим с семьей или, не дай Боже, с правоохранительными органами. Мы можем выбирать качество видео в зависимости от качества интернета. Также мы можем пересматривать архив за нужную дату, за нужное время. Конечно же, если в камере есть карта памяти. Также в правом верхнем углу у нас есть кнопка колокольчика. При помощи ее мы можем активировать сирену. Перевожный звук. Понятно. Нажав на три точки, мы можем регулировать работу функции день-ночь. Нажав на кнопку настроек, мы можем видеть, сколько у нас процента батареи еще осталось. Можем видеть, какой сети Wi-Fi мы подключены. Можем регулировать работу датчика движения. Настраивать его расписание. Выбирать его чувствительность. Это тоже важно, чтобы камера реагировала на то, что действительно нам важно. Также мы можем настраивать пуш-уведомления, привязывать свою электронную почту. Можем сделать так, активировать сирену, чтобы она работала, когда только обнаруживает движение. А не тогда, когда мы ее сами вручную активируем. Также мы можем включить таймлаз, если нужно. Еще мы можем регулировать работу LED-подсветки, инфракрасного света. Можем настраивать дату и время. Ну, это понятно. На самом деле, приложение достаточно потребительское. Оно понятное. В нем действительно легко разобраться. И действительно, при помощи такого приложения, где бы вы ни находились, в любое время дня и ночи, вы всегда можете посмотреть, проследить, что происходит. Допустим, у вас дома, или у вас в кабинете, или в магазине, или в кафе. Под охраной всегда будет и ваш бизнес, и ваше домашнее пространство. Вариант очень и очень неплохой, в общем. Хорошая съемка, беспроводная, мощный аккумулятор. Есть даже возможность обеспечить ее бесперебойную, постоянную работу. С памятью. Портативная, гибкая, легко монтировать. Между прочим, она у нас даже входит в рубрику «Надзор рекомендует». Это вам не шутки. Если у вас еще остались вопросы, то вы всегда их можете задать в комментариях под видео. Еще больше информации читайте по ссылке в описании. И не забывайте, что все камеры Реолинки многих других производителей вы можете приобрести у нас в онлайн-магазине. Оставляйте свои лайки, подписывайтесь на канал и узнавайте о всех новинках в сфере видеонаблюдения вместе с нами. С вами был «Надзор ЮА». Хорошего настроения. Пока. Субтитры подогнал «Симон»